МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 31 мая. Последний весенний день. В эфире на Уральской обещательной компании информационная программа «Объектив» в студии Мария Антонова. В этом выпуске новостей я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Далее расскажем. Строили, строили и, наконец, построили. Сегодня первых покупателей встретил торговый центр «Комсомолец». Успеть за три часа. Сегодня 449 выпускников новоуральских школ сдавали обязательный ЕГЭ по математике. Патриот своей родины, честный, порядочный, интеллигентный, доброжелательный, энергичный и очень трудолюбивый человек. Сегодня Георгию Абуляну исполнилось бы 88 лет. Вечер памяти в его честь прошел в детской библиотеке. В течение последних двух недель глава региона Евгений Куйвышев совместно с членами правительства объехал большое количество муниципалитетов области от Пилыма до Сухого Лога, который он посетил вчера, 30 мая. Эти рабочие поездки позволяют получить обратную связь от жителей региона и понять, насколько уральцы готовы к включению в разработку и реализацию пятилетки развития конкретных проектов, призванных улучшить благосостояние жителей региона. Жители области заинтересованы в том, чтобы регион развивался и развивались территории. Строились новые предприятия, дороги, школы, больницы. Росуровень заработной платы. Программа «Пятилетка развития» создана для людей. Она должна стать по-настоящему народной программой. В нее должны войти те проекты, которые реально нужны людям, которые смогут стать точками роста, развития территории, улучшить деловой климат и повысить, как главная цель, повысить качество жизни людей. Одним из направлений развития муниципалитетов является строительство современных, отвечающих требованиям времени, удобных для горожан торговых центров. Сегодня в Новоуральске свои двери открыл «Комсомолец» – торговый центр по адресу Автозаводская, 21. Сейчас там начали свою работу строительный магазин и супермаркет. Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь, поросший бурьяном. Теперь современное здание с удобным заездом, парковкой на 320 мест и детской площадкой поблизости. О векторах развития и актуальных для города вопросах сегодня шла речь на очередном заседании Думы Новоуральского городского округа. Обсуждали деятельность контрольно-счетной комиссии и администрации. Предстоящие выборы главы Новоуральского городского округа и депутатов Думы нового созыва. Подробнее о повестке заседания и рассмотренных вопросах расскажем в ближайших эфирах. Следите за анонсами. Новоуральская вещательная компания продолжает освещать тему качества работы городского общественного транспорта. Напомним, в последнее время к нам в редакцию поступило много звонков от телезрителей о больших интервалах между маршрутами рейсовых автобусов. Подобные обращения поступают и в Управление городского хозяйства, организацию, контролирующую общественный транспорт. Специалисты УГХ проводят проверки. На одной из них побывал Виктор Малышев. Движение общественного транспорта в нашем городе последние годы вызвало много нареканий со стороны жителей. Срывы маршрутов, некорректное поведение кондукторов и водителей. Эти и многие другие обращения поступали в Управление городского хозяйства, которое контролирует данный вопрос. Жалобы пассажиров были связаны с тем, что в отсутствии муниципального предприятия, организующего перевозку пассажиров, все маршруты были переданы в частные руки. Напомним, в середине апреля Новорайская обещательная компания уже рассказывала, что по обращениям были проведены проверки, и факты грубых нарушений со стороны автоперевозчика подтвердились. Мы усилили контроль по направлению 11 маршрута, по исполнению его, по наполняемости и так далее. Но основные вещи, которые были предприняты, наверное, это знаковые вещи, это приобретение дополнительных 7 единиц техники. Они должны будут приобретены до конца у нас сентября. Две уже приобретены, выходят на линии, уже работают на линии. Поэтому все равно положительная динамика у нас есть. Мы не говорим, что у нас именно конкретно 11 маршрут. Это окончаемо всей сети общественного транспорта. Просто мы тогда делали срез именно здесь, потому что было обращение. Но мы также выезжали по всем остальным, то есть мониторинг идет по всей сети. Да, есть нарушения, есть определенные отклонения, но перевозчики стараются, и ситуация выходит на более-менее нормальный уровень. Тем не менее, жители разделились во мнениях о качестве автоперевозок в нашем городе. Ну, иногда задерживаются, конечно. Иногда вовремя приходят. А вообще условия автобуса, то есть комфорт? Ну, они у нас маленькие автобусы, неудобно, конечно. Когда народу много, то в основном вот такие маршрутки. Нам, пожилым, неудобно там стоять. Очень бы хотелось, чтобы маршрутки вот эти вот сняли вообще, потому что в них и стоять неудобно, и сидеть неудобно. И когда заходишь, пожилые люди вот высокого роста, они стукаются головами. Отношение кондукторов, водителей к пассажирам? Ну, тут я ничего не могу сказать. В принципе, этично подходит. Да, относительно никто не грубит, не хамит. Терпеливые люди, скажем. Схема движения маршрутов, которая устоялась на сегодняшний день в Новоурайске, отвечает потребностям пассажиров. А вопросы относительно комфорта в транспорте, чистоты движения автобусов и наличия качественных остановочных комплексов постепенно решаются руководством транспортных предприятий совместно с городскими властями. Для устранения всех проблем требуются большие финансовые вложения, на которые постепенно готовы идти как город, так и бизнес. А это значит, что перспектива решения проблем есть. Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. К теме образования. Сегодня в Новоуральске, как и по всей стране, 11-ти классники сдавали единый государственный экзамен по математике. 449 новоуральских выпускников лишали 20 заданий базового уровня. На выполнение им отводилось 180 минут, то есть 3 часа. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи достаточно набрать 3 балла. Свои оценки старшеклассники узнают не позднее 14 июня. Тогда и станет понятно, кому открыта дорога в технические вузы. В частности, в Новоуральское отделение Национального исследовательско-ядерного университета МИФИ, в стенах которого на днях стартовала информационно-образовательная программа «Молодежь. Будущее Новоуральска». Это первая ласточка в цикле лекций с различными спикерами на актуальные для молодежи темы. Например, как оставаться востребованным специалистом на современном рынке труда. Мероприятие организовано заинтересованными в росте профессионализма на уральской молодежи структурами, заключившими соглашение о сотрудничестве. Которые подписали 26 января 2017 года четыре крупных предприятия Новоуральска. Это Уральский экономический комбинат, Центр обогащения Урана, Атоммаш-комплекс, Центротех, а также Общественная палата и Администрация Новоуральского городского округа. Партнерами проекта стали НТИ НИАО МИФИ, учебный центр-специалист при МГТУ имени Баумана, Союз молодежных организаций Новоуральска, спонсор старт-апа предприятия Атоммаш-комплекс. Собрали самых инициативных и интересующихся студентов, для того, чтобы в том числе показать, какие в городе есть предприятия, на которых они могли бы реализовать свои амбиции. Что такое искусственный интеллект и его возможности? Как формируются огромные базы данных? И как по действиям в интернете можно отследить шаг любого из нас? Об этом молодежи рассказал Илья Захваткин, преподаватель учебного центра-специалист при МГТУ имени Баумана, выпускник, физтехо-УПИ, основатель и руководитель инновационной компании в области интернет-технологий, лаборатория бизнес-решений. Информационно-аналитическое занятие по поводу, каким образом развиваются современные технологии, каким образом эти технологии влияют на нашу жизнь, и каким образом молодой человек может устраивать свое будущее, свою карьеру, свой успех. Кульминацией встречи стало награждение лучших новоуральских студентов. Это мероприятие, на котором отмечаются и награждаются те студенты, которые проявили те или иные достижения в области научных разработок, научных теорий, в общем, своей, так скажем, учебной практики. Плюс ко всему мы в обязательном порядке поощрим тех студентов, которые проявили и активную жизненную позицию на территории новоуральского городского округа. От физиков к лирикам, вернее, к музыкантам. В 63-й раз детская школа искусств выпускает в жизнь своих воспитанников. Старшеклассники всех факультетов и специальностей в один день прощались со своей любимой музыкальной школой. С какими чувствами и планами на будущее идут ребята во взрослую жизнь, узнала Наталья Ребрищева. Под звуки духового оркестра театра музыки, драмы и комедии встречают почетных гостей музыкальной школы. Это педагоги, родители и, конечно же, выпускники школы искусств. Это радостный и вместе с тем волнительный день для всех. Разрешите мне, от лица главы новоуральского городского округа, главы администрации, Баранович, сам Борисович, он сейчас не может, он на другой встрече присутствует, от наших депутатов городской думы, поздравить всех, ну, прежде всего, конечно, выпускников, с этой замечательной, замечать отличников, выпускников с этой замечательной датой. Духовное развитие, эстетическое развитие тоже я получила, за что очень благодарна музыкальной школе. Как всегда, очень волнительно присутствовать на выпускном вечере. И именно этот год очень плодотворный для меня. В плане, как педагога, я выпускаю пять человек. На выпускных экзаменах по специальности в этом году было исполнено более 300 музыкальных произведений Баха и Генделя, Моцарта и Чуйковского, Бетховена и Дунаевского и других известнейших авторов классических произведений. На экзаменах по теоретическим дисциплинам учащиеся показали блестящие знания творческих биографий композиторов, исторических периодов, стилей, жанров, различных исторических эпох. Но экзамены уже позади. Настает тот долгожданный момент вручения свидетельства об окончании музыкальной школы. Конечно, мы гордимся нашей детской школой искусств. Конечно, мы идем в ногу вместе со своими детьми, которые учатся все эти годы в нашей любимой музыкальной школе. Учеба музыкальная – это очень весело и интересно. Да, это требует много времени и много забот, сил, терпения, но это того стоит. Сегодня, конечно, самые положительные эмоции, самые радостные, самые светлые. Но, как обычно, в процессе учебы бывало всякое. Летали ноты, летали скрипки. Но все замечательно благодаря поддержке педагогов. Первые на сцене гордость детской школы искусств – это 25 ребят, которые окончили музыкальную школу с отличием. Некоторые из них даже успели отучиться одновременно на двух отделениях. Уважаемые выпускники, я с удовольствием это сделаю, как выпускница струнного отделения этой музыкальной школы. И я рада в первую очередь приветствовать в этом зале людей, которые помнят еще меня маленькой девочкой. Здесь есть мои учителя, здесь есть, я работала тогда в музыкальной школе. И я рада, что вы не меняетесь, уважаемые коллеги. Это было счастливое, наверное, время. Я не представляю свою жизнь без музыкалки. Недавно вот задумалась, правда, она была всю жизнь со мной. Это счастливое время. Гордость, конечно, чувство большую. Ребята все молодцы, они все закончили с красным дипломом. Также у нас в этом году выпускается Анна Махинова. Она победитель в Дельфийских играх. Взяла серебро за Россию и бронзу за страны СНГ. Очень яркие, насыщенные, запоминающиеся года. Я уже закончила второе отделение и чувствую, что не отпускает меня музыкальная школа. Я закончил очень уникальное отделение музыкально-компьютерной технологии и звукорежиссура аудиовизуальных услуг у Фельчакова Сергея Ивановича. А сейчас я продолжаю обучение в Российском государственном профессиональном педагогическом университете. И как бы всегда рад вернуться в эту школу. В этом году 104 ученика получили свидетельство об окончании Новоуральской музыкальной школы, лучшей школы искусств городов Росатома, школы-победителя общероссийского конкурса, 50 лучших детских школ искусств России. И какую бы профессию эти ребята не выбрали, музыка навсегда останется в их сердцах. Успехов и удачи выпускникам во взрослой жизни. Я на сцену выражу, за Асаха не грожу. Вам легко смотришь и золото, как на сцене я дружу. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя Хай-юга даже не беда. Наталья Ребрищева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Я пока что не дать, если я в лесу не мушка, ты по-хлопой не дать. Сегодня, 31 мая, исполнилось бы 88 лет Георгию Абуляну, который ушел из жизни полтора месяца назад. Это был очень разносторонний человек, и многие новоуральцы знали его лично. Его интересы касались как военного дела, патриотического воспитания молодежи, так и творчества. В стенах детской библиотеки близкие Георгию Абуляну люди собрались на вечер памяти. Подробности в следующем сюжете. «Гореть не тлеть» под столь символичным названием прошел вечер памяти Георгия Абуляна. Подготовили программу артисты Народного театра «Сонет», которым Георгий Михайлович руководил бессменно 20 лет, и творческое объединение «Созвучи». Георгия Абуляна не стало 16 апреля 2017 года. Его жизнь внезапно оборвалась после непродолжительной болезни. Из биографии. 32 года Георгий Михайлович прослужил в армии, а в 1973 году пришел работать военным руководителем в ПТУ-37, ныне Новоуральский технологический колледж, где прослужил еще 26 лет. Именно Георгий Абулян основал в училище и был идейным вдохновителем клуба «Патриот». Внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Новоуральска. Георгий Михайлович был очень разносторонним человеком. Он писал стихи, пел, играл на гитаре. С апреля 1997 года был руководителем, режиссером, сценаристом Народного поэтического театра «Сонет». В памяти великого человека, это для нас он действительно великий, Георгия Михайловича Абуляна, который посвятил всю свою жизнь не только театру 20 лет, он посвятил нашему коллективу, писал стихи, был патриотом 20 лет. То есть, можно сказать, я первая актриса этого театра и осталась с ним навсегда. Все, кто собрались в зале детской библиотеки на вечере памяти – не случайные люди. Все они знали, уважали, любили Георгия Абуляна. В этот день участники встречи смотрели фотографии, общались, делились воспоминаниями и, конечно, читали любимые стихи и пели песни. Глупец, хоть 42, а все еще мальчишка, доверчив, наивен, как дитя. Ты говоришь, как плохонькая книжка, но кто всерьез послушает тебя? Не в меру ласков ты в особенности к дамам, стишки, крапиши, думаешь поэт, а сплетни про тебя, как телеграммы, несутся впереди, во след. Попомнись, друг, спустись на землю грешеного, да отлинись внимательно вокруг. И что ж, увидишь снова зелье вешеное, в каждом будет виден друг. Такие вечера памяти в Новорольске станут традицией. Их планируется проводить ежегодно в конце мая. Для многих своих единомышленников Георгий Абулян был примером для подражания. Патриот своей родины – честный, порядочный, интеллигентный, доброжелательный, энергичный и очень трудолюбивый человек, который сегодня встретил бы свой 88-й день рождения. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новорольская вещательная компания. В театре «Кукол сказ» завершился юбилейный 60-й сезон, принесший новоуральским кукольникам диплом лауреата премии «Браво» 2016 за лучшую работу художника-постановщика в спектакле «Русалочья сказка». По доброй традиции ставить точку. В сказе принято веселыми представлениями в фойе, а затем интересным спектаклем для детей. Незаменимый герой всех торжеств «Петрушка» и другие самые любимые герои спектаклей встречали маленьких зрителей в фойе театра «Кукол сказ». Веселая разминка подарила всем хорошее настроение и позволила неугомонным зрителям вдоволь попрыгать и поиграть. А затем всех гостей ждал спектакль, уже полюбившийся многим юным театралам. Как лиса медведя обманывала. Поучительный, добрый, с юмором и моралью. Уютный, добрый, сказочный дом радости уходит на летние каникулы. 60-й театральный сезон прошел насыщенно и интересно, с большим количеством премьер и новых проектов. С победами на театральных фестивалях, а главное, с поддержанием неугасаемого интереса среди юных новоуральцев. Зрители как совсем маленькие, так и взрослые с пожеланиями любимому театру «Кукол». Дальнейшего процветания, каких же отличных спектаклей и побольше зрителей благодарных. Мне нравится, что там очень интересные сказки, много всяких интересных героев. Продолжать в том же духе. Это самое главное, что дети всегда сюда любят приходить. Успехов и процветания. Хоть театральный сезон и закрыт, любители театра смогут еще целых два летних месяца его посещать. Только уже не по выходным дням, а в будни, в первой половине дня. Артисты театра также будут показывать все любимые спектакли. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Это все новости на сегодня. Далее на канале ОТВ эфир продолжит «Школа успеха». В ней расскажем об инновационных методах работы со школьниками в рамках педагогической стажировки новоуральского учителя Татьяны Курочкиной для педагогов из атомных городов России. На Эхо ТВ 24 смотрите программу «Грани». В студии Новоуральской вещательной компании призеры и организаторы конкурса молодежных инициатив «На встречу переменам». Участники беседы расскажут о своих проектах и о том, как получить реальную финансовую поддержку от города на реализацию своей инициативы. Оставайтесь с Новоуральской вещательной компанией, не переключайтесь. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин